Давайте следующего чиновника обсуждать, Михаила Мишустина, который предложил провести мобилизацию доходов. Он предлагает все крупные компании, с них брать деньги, в первую очередь, видимо, сырьевые компании за счет дивидендов. Ну, вроде, с одной стороны, если так смотреть с политической точки зрения, звучит-то все красиво. Отобрать у богатых, дать в том числе и бедным, а если военным бедным, то с помощью дотации, вот эти миллионы, которые Путин подписывает. А с другой стороны, не получится ли так, что топ-менеджеров-то обидеть могут? Я не знаю, как там будет с топ-менеджерами, их обидят, не обидят, но на самом деле вот этот тезис российского премьер-министра, он, я даже не знаю, вызывает у меня какую-то такую отрепь. С одной стороны, я могу понять, с бюджетом дела явно идут хуже, чем ожидалось. И доходы бюджета падают сильнее, а расходы растут быстрее. И более того, министр обороны Шойгу требует еще больше расходов на армию. И премьер-министр, как вот человек, который занимается, что называется, хозяйством, сидит на этом стуле и постоянно должен выбирать деньги на пушке или на масло, ему на масло не хватает. А пойти к президенту и сказать, что Владимир Владимирович, пора сокращать расходы на масло, потому что расходы на пушки превысили все разумные пределы, у него для этого не хватает, ясно, чего не хватает, смелости, одним словом. Вот. И здесь ему начинает, он же как, он уже у нас бывший руководитель налоговой службы, и он начинает вспоминать старые практики. Ведь, по сути дела, то, что предложил Мишустин, это звучит следующим образом. Все знают о том, что в России существует, как сказать, неформальная, юридически неоформленная система поборов со стороны крупных компаний в пользу Кремля. Да, то есть руководитель любой российской крупной компании может получить звонок из администрации Кремля, к которому ему скажут, что вот, знаете, нужно такую-то сумму потратить на благородную цель, которая называется так-то. А руководитель средней компании может получить звонок от губернатора, руководитель местной, мелкой компании от мэра города. И вот попробуй не выполнить, да, то есть называется поборы, ну или в широком смысле это коррупция, потому что дальше никто не знает, на какие цели эти деньги тратятся, кто их контролирует. Вот Михаил Мишустин предлагает, как бы сказать, юридически оформить коррупцию. Он говорит, окей, значит так, хватит делать вид, что мы этого не делаем, давайте-ка мы все вам скажем, что нужно скинуться, делиться надо, как говорил Александр Лившиц. И, соответственно, вот это из уст российского премьер-министра, вообще говоря, звучит более чем странно, потому что это означает, что человек вообще забыл о том, что такое законы, что такое налоги. Да, какие права, возможности есть у правительства, у государства и так далее. Вот, и здесь, ну, вот опять, знаете, как, назвался Груздин, полезай в кузов. Вот Мишустина назвали премьер-министром, и он полез в кузов искать там денег, а денег там не оказалось. Как говорится, в тумбочке денег нет. Поэтому вот он пошел по чужим тумбочкам собирать деньги. Да, ну, не сыграет ли с ним эту злую шутку? Потому что помним одного министра, который с Игорем Сечиным играл, играл, доигрался. Ну, нет, я думаю, что здесь все-таки игра другого порядка. И Михаил Мишустин, ну, во-первых, он делает все это открыто, а во-вторых, он открыто говорит, что им деньги нужны в бюджет, а не мне лично на решение проблем или на материальное вознаграждение сотрудников аппарата Белого дома. Вот, поэтому, конечно, судьба Алексея Люкаева ему не грозит. Более того, я думаю, что Михаил Мишустин уже или предложил, или в ближайшие дни предложит эту схему Владимиру Путину, который, скорее всего, ее одобрит. Потому что, когда Путин узнает о том, что с бюджетом дела обстоят гораздо хуже, чем он надеялся, Ну, в общем, мы видим, что даже такая священная корова, как Газпром, уже вынуждена давать второй надой, третий надой, если Минфин этого просит. Поэтому я как-то вот за судьбу, бюрократическую судьбу Михаила Мишутина я совершенно спокоен.